Парламентарии региона посетили Ненецкую агропромышленную компанию. В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой цехов переработки и обсудили перспективы развития предприятия. С начала 2019 года процесс переработки молочной продукции Ненецкой агропромышленной компании производится в цехах бывшего акционерного общества ВИТО. По словам руководителя предприятия Анатолия Чудочина, при поддержке окружного бюджета было приобретено новое оборудование, благодаря чему продукция агропромышленной компании имеет очень высокое качество. На сегодняшний день на наш цех поступает в пределах 400-400 молока ежедневно. Молоко это перерабатывается, и молока у нас фатастрофически не хватает. Не хватает сырья. Значит, валовое производство молока в день в пределах 5,5 тонн, тонну 300, перерабатываем в Оксино на комплексе, на ферме, на цехе переработки. Остальное здесь. Продукция предприятия поставляется в образовательное учреждение округа и реализуется в торговых точках города и поселка Искателей. В ходе рабочего визита парламентарии ознакомились с работой цехов, приемки молока, детского питания, изготовления творога, пастеризации и фасовки. Сейчас мы заказываем по зимнему торговую покупку, и в таком виде творога уже не будет. А в каком виде будет? В стаканах. А, вот в таких, да? В стаканах будет больше, они будут в округовую фасовку. А эта стоимость тогда увеличится? Не увеличится. Ну, а стоимость стаканчика тоже хорошая? Она там небольшая. Но тем не менее. Она там небольшая. Но мы планируем в этом году повышение. На какие это виды увеличения? Потому что мы три года цены не поднимали. На субсидирование производства молока Ненецкая агропромышленная компания выделяется более 150 миллионов рублей в год. Ранее губернатор округа Александр Цибульский и председатель собрания депутатов НАУ Александр Лутовинов обсудили возможность продления срока действия субсидий для предприятий сельского хозяйства, занимающихся производством молока. Речь тогда шла о субсидиях на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Ее размер был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности, реализованного или отгруженного на переработку. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение корма заготовительной компании. В ходе рабочей встречи с руководством Ненецкой агропромышленной компании парламентарии обсудили результаты работы предприятия за 10 месяцев и вместе с коллективом обсудили насущные вопросы.